Повсюду детский смех, счастливые глаза, активные игры на свежем воздухе. У юных жителей поселка Образцово небольшой праздник. Там появился вот такой кораблик детства. Установки новой детской площадки здесь ожидались нетерпением. Оправдать надежды получилось благодаря программе губернатора «Наша Подмосковье». На открытии качества площадки проинспектировал личный министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Вы знаете, что у нас не все города могут себе позволить современные качественные площадки, тем более не все поселения. А все мы хотим жить красиво, удобно и безопасно. И вот для этого существует программа губернатора, когда мы в отдельных поселениях ставим такие прекрасные современные площадки. Сегодня то событие, которое хотелось бы отметить и сказать большое спасибо губернатору Московской области Андреевичу Воробьеву, то, что эта программа благоустройства, а именно детские спортивные площадки была запущена в прошлом году. В этом году она продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока каждый из населенных пунктов, каждый из микрорайонов получит вот такую площадку. Самые современные игровые формы, единая стилистика и безопасность. Новая площадка соответствует всем нормативам. Сложно поверить, что еще в прошлом году ребят здесь встречала совсем другая картина. Она была очень необходима, потому что здесь, можно сказать, вообще ее не было, этой площадки. Была не очень хорошая песочница, грязный песок, покрытие замечательное, потому что детки совсем маленькие, они могут ползать по этому покрытию. Вообще, вот эта, конечно, площадка замечательная. Размер игровой площадки порядка 450 метров, так она соответствует не только требованиям самых маленьких, но и ребят постарше. По пожеланию жителей, игровая зона здесь была совмещена со спортивной секцией, на которой установлены различные тренажеры. Новая детская площадка разместилась среди частного фонда по многочисленным обращениям жителей. Как правило, программу по благоустройству, учитывая ограниченность в средствах, делают своим приоритетом дворы рядом с многоквартирными домами, но в идеале стараются учесть нужды из самых отдаленных населенных пунктов. Многие жители, когда обращаются к нам, к депутатам на приеме, они говорят, как хорошо в центре города Щелково, как хорошо в микрорайоне Солнечный, где построили площадку тоже по программе губернатора, как хорошо в Жигалово, где построили великолепную площадку по программе губернатора в виде корабля. Ну почему же у нас на окраине? И вот сейчас мы пришли сюда и открываем замечательную площадку. Помогайте своим детишкам беречь этот подарок, это такой маленький островок. Я уверен, что мы будем продолжать дальше и эту территорию облагораживать, и много у нас задумок. После открытия площадки Евгений Хромушин также внепланово заглянул в один из дворов города Щелково, где реализуется комплексное благоустройство. Здесь появляется не только детская площадка, но и спортивная зона, пешеходные дорожки и многое другое. Я хочу сказать, что вектор правильный, вектор идет от жителей, это самое главное. Надо просто доработать это в соответствии с тем, как у нас сейчас установлен стандарт в области. То, что это делает с участием жителей, и жители сами определяют, где им сделать клумбу, какие цветы посадить, это очень большой плюс. Это неформальный подход, который, я думаю, позволит все недостатки, которые сейчас есть, спокойно до конца нашего благоустроительного сезона, до 1 октября устранить. Всего в этом году на территории Щелковского района уже открыли 22 детские площадки. Большинство в рамках комплексного благоустройства дворов и две по программе губернатора нашей Подмосковьи. Вторая игровая зона была установлена в деревне Протасово. Осмотрев ее, министр ЖКХ также отметил качество работ и увлекательную стилистику. В каждой площадке есть свои изюминки, как вы видите, каждая тематически подобрана жителями. Где-то это транспорт, где-то это космос, где-то это парусники, где-то это пиратский корабль. Поэтому здесь мы только, что называется, делаем торжественное открытие той работы, которую уже жители определили, а наши, собственно говоря, организации выполнили. Мы очень благодарны правительству Московской области, губернатору нашему, что благодаря вот этим программам мы реализуем такие очень хорошие, серьезные проекты. Это нам нужно просто как воздух. Поэтому я думаю, что в кратчайшие сроки, сказать, как бы у нас в каждом городском поселении, в сельском поселении будут появляться такие детские площадки, и дети будут только, значит, положительно к этому относиться, хранить это, беречь и, соответственно, с удовольствием приходить сюда гулять. Новая детская площадка удачно дополнила центр Огудневского поселения, где уже разместились знаменитая летающая тарелка с новой пешеходной зоной, спортивная площадка и концертный комплекс. Александра Гранич, Сергей Максимов, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».